Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Доложил министр здравоохранения Ельжан Бертанов. Статистика неумолимо растет. Однако ведомство принимает максимальные меры по обеспечению защиты населения. Были рассмотрены также вопросы сельскохозяйственного сектора. По итогам заседания Аскар Мамин дал ряд поручений Акимам областей. Это обеспечение беспрепятственного допуска фермеров к полевым работам, внедрение единого порядка пропуска автомашин, поставщиков сельхозтоваров в карантинные регионы и предоставление продуктовых бытовых наборов в денежном эквиваленте. Предоставленный механизм должен стать действенной мерой государственной поддержки как для населения, так и для коммунальных предприятий в целях их бесперебойной работы, сказал глава Кабмина. А в Алматинской области с сегодняшнего дня вступили в силу меры карантинного характера. В 12 часов ночи на всех блок и санитарных постах усилены ограничительные меры. Теперь введен запрет на въезд и выезд в регион, а также на перемещение внутри населенных пунктов. Исключение лишь для жителей области, возвращающихся из других стран и лиц, занимающихся перевозкой грузов. Не более одного раза в день можно посещать медучреждения, аптеки и ближайшие магазины. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но наполняемость не должна превышать 40% от всего салона. Ограничительные меры не касаются лиц, обеспечивающих жизнедеятельность региона. В настоящее время заезд разрешается для всех видов транспорта, обеспечивающих жизнедеятельность. Это сельхоз, техника, транспорт, служб доставки товаров, первые необходимости транспорт, коммунальных и аварийных служб и касарских автомашин. Для медицинских работников, для их организации аптек, стоматологических клиник, военнослужащих, сотрудников правительных органов, лиц, направляющихся по медицинским показаниям нашей больницы. Для других граждан, которые по необходимости работают в районе или в городе, приезжая из районов, разработан единый пропуск по Акимате области, где они могут получить и для препятствованного проезда на территорию города или на выезд из города. А вот с жилого комплекса Асларман в Карасайском районе локальный карантин снят. Информацию подтвердили в пресс-службе Акима Алматинской области. Вчера, 14 апреля, после проведения повторных анализов, выписана беременная жительница жилого комплекса, у которой ранее был выявлен коронавирус. При этом вторая жительница, 1957 года рождения, находится на лечении. Всего здесь выявлено 23 контактных лица, у которых анализы на вирус COVID-19 дал отрицательный результат. На карантине жители находились с 1 апреля. Согласно официальным данным, жилой комплекс Асларман состоит из более чем 20 многоэтажных домов, где в 5000 квартир проживает около 22 тысяч человек. К счастью, нам удалось ее вылечить. Сейчас она выписана. Тем не менее, она будет находиться под домашним присмотром. Вторая женщина, у которой был выявлен коронавирус, сейчас проходит лечение. Ее состояние стабильное. В связи с исчезнением срока карантина и еще в плане того, что новых случаев ЖК не было выявлено, сегодня карантин был снят. Но тем не менее, надо учитывать, что по всей области объявлен карантин. Поэтому призываем всех жителей соблюдать нормы требования. СПК ЖТСУ Уже пассивная началась. В завтрашнем дне погода устаканится, все нормально будет. И сроки должны провести все пассивные работы до 25 мая. Кроме риса и кукурузы уже все культуры мы начали сеять. Да, действительно, те, кто должен поехать в ГСМ получить, удобрения, запчасти, банковские дела, пожалуйста. Остальным нечего здесь, пусть работают на поле. И скажите главам крестьянских хозяйств, чтобы не выписывали справки. Вы же через комиссию свою областную, районный штаб будете проносить. Все вот это проследите. Чем мы быстрее изолируемся, закроемся, тем быстрее карантин кончится. Горячая пора. Несмотря на режим ЧС и даже дождливую погоду, весенние полевые работы в Весхельдинском районе идут полным ходом. Общая площадь всех засеянных культур в регионе составила 50 тысяч гектаров. В их числе 3 тысячи отведены под сахарную свеклу. Командитное товарищество Хельченко и Ка – крупнейшее в районе. В весенней обработке отводит 5 тысяч гектаров всех культур. 400 из них – сахарная свекла. Параллельно развивается и животноводческий комплекс. Сейчас в хозяйстве около 15 тысяч голов скота. Мы, как и все крестьяне, несмотря на то, что режим ЧС в стране введен, обязаны работать, должны работать, потому что работа на земле не терпит отлагательств. Весенние полевые работы у нас идут по плану. Все, что связано с животноводством, тоже идет по плану своих людей. У нас работает более 500 человек. Мы никого не сокращаем, в отпускать никого не отправляем. Как работали, в принципе, в те годы так и работаем, потому что у нас есть поговорка «один день год кормит», поэтому нам здесь нельзя задерживаться. На сегодня в складах КТ Хельченко и Ка хранятся 397 тонн муки. Понимая непростую ситуацию в стране, они реализуют продукт по 110 тенге. Это на 20 дешевле рыночной. Кроме того, у них имеется и 10 видов макаронных изделий, которые они также продают по доступной цене. На данный момент, конечно, мы понимаем всю сложившуюся, сложную вообще ситуацию, в которой оказались люди, которые на данный момент в связи с карантином вынуждены были уйти, вынуждены отпуска. Поэтому мы не завышаем цену. На данный момент могу привести пример, что мука у нас реализуется по 110 тенге за килограмм, картофель по 80 тенге за килограмм, крупы 100 тенге за килограмм, макаронные изделия у нас 150 тенге за килограмм. То есть те, которые цены у нас были зафиксированы, те же они у нас и остались. То есть цены на свою продукцию мы не поднимаем. 37 гектаров картофеля и лука намерены засеять в крестьянском хозяйстве нам. С одного гектара они намерены получить до 30 тонн урожая. В целом весенняя кампания проходит по плану и без эксцессов, поделился глава хозяйства. У нас 39 гектар земли поливной. Из них 20 мы садим картофель, а остальное лук. Посев еще не начинали, но начнем сейчас, как погода выставится. Погодные условия не позволяют на данный момент. Но как выставится погода, начнем. Работает около 20 человек вместе с механизаторами из села в город. Есть трудности сейчас с перемещением. Всего местными земледельцами в этом году засеяно 50 тысяч гектаров. Завершить полностью весенние полевые работы намерены до 10 мая. Отчитались ответственные лица. Все озимые культуры дали подкормку. И многолетним травам подкормку дали. Из 18 тысяч зерновых культур, яровых зерновых культур, которые весной планировали, на сегодняшний день посеяли уже 13 тысяч гектаров яровой пшеницы и очменя. Из 1000 гектаров, например, овощей, из них мы 700 гектаров овощей засеяли. Вот в субботу или в воскресенье мы начнем сеять сахарное свекло. Удивчивый лист ГСМ – это хорошо, это отличный плюс. Акиматом Алматинской области обеспечен зеленый коридор для лиц, которые задействованы в данном направлении. Кроме этого, для охвата всех крестьянских хозяйств, акиматами сформированы списки, списки будут переданы в блокпосты, и в дальнейшем никаких проблем не будет. В весенних полевых работах задействована и техника. Техника имеет свойство ломаться. Для этого мы также обеспечили зеленый коридор, для того, чтобы механики спокойно могли доехать до места продаж запчастей, взять необходимый товар, вернуться и произвести ремонт техники. Все 25 случаев заболевания коронавирусной инфекции в Алматинской области зарегистрированы в районах близ Алма-Аты. Сейчас в инфекционных больницах работа в буквальном смысле кипит. С их деятельностью ознакомился вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, пребывающий в эти дни в нашем регионе. Готовность на все 100. В лечебных учреждениях Алматинской области имеются все условия, прежде всего для самих медиков. Защитные маски и антисептики выделяются в полном объеме. Дефицита защитных средств нет. В том числе и спецодежды для врачей. Сейчас по всей стране коронавирусной инфекцией заражены более 200 медиков. Но ситуация в Алматинской области служит примером для других регионов, подчеркнул вице-министр. Мы видим, что хорошие условия созданы для врачей инфекционного стационара Алматинской области. Я думаю, это должно послужить хорошим примером и для других регионов, для того, чтобы наши врачи, я думаю, они как никто другой сегодня заслужили, хорошо отдохнуть, набраться сил, для того, чтобы с новыми силами вернуться и спасать наши жизни. Это очень сегодня важно. Алматинская область – одну из первых в республике, начала внедрять ограничительные меры. За счет этого удалось избежать массового заражения вируса. Сейчас четыре дачных массива имбекши-казахского района закрыли на карантин из-за COVID-19. Здесь в понедельник у девяти человек пробы тестов на коронавирус оказались положительными. Мобилизованы службы, которые обеспечат строгое соблюдение режима карантина. Одним словом, ситуация круглосуточно находится под контролем руководства области. Все алгоритмы Министерство здравоохранения давно прописало, но, к сожалению, многие пункты не исполняются. Возьмите на контроль. Вы отвечаете за свой веренный район, регион. Вы несете полную ответственность. Прошу отнестись к этой ситуации очень серьезно. Во всех учреждениях области минимизированы контакты с населением. Обеспечена манерозность врачей. Это подвоз сотрудников и обеспечение полным комплектом спецкостюмов. А в Ембекше-Казахском районе медиков разместили в современном санатории, где они имеют возможность отдохнуть, выспаться и набраться сил после длительной работы. Столичный гость был приятно удивлен созданными условиями для врачей. Азад Жумаханов, Аманжол Жонкешев, Телеканал ЖТСУ. Чрезвычайное положение не станет препятствием для дорожного строительства. 60 улиц планируется отремонтировать в этом году в Талдыкургане. Необходимые средства, 4 миллиарда тенге уже заложены. Состояние некоторых дорог Талдыкургана все еще проблематично. Нередко через социальные сети жители города обращаются с жалобами на выбоины в асфальте и на отсутствие асфальта на ряде городских артерий. В этом году, по словам местных властей, ситуация будет частично исправлена. На 61 улице общей протяженностью свыше 64 километров будет проведен средний ремонт. Из них 17 улиц, это получается хутор, 1 улиц в Восточном микрорайоне и 5 улиц в Плодопитомнике. А также планируется устройство дорог в Юго-Западном жилом районе в 8-9 микрорайоне. Как заверили специалисты, помимо установки ограждения, обустройства тротуаров и установки дорожных знаков будет произведена полная замена дорожного покрытия еще нескольких улиц. Охватят и пригородную зону. Предусмотрен капитальный ремонт 16 улиц, 8,9 километров. Это получается в районе поселка Заре, 11 улиц и переходящая улица Валиханово. Строительно-монтажные работы стартовали буквально на днях и будут проводиться в течение всего года. Первыми принялись за участки на улицах Кунаева и Аблайхана. Карантин объявленный в регионе для строителей не помеха. Данный вид деятельности относится к списку разрешенных. В условиях ЧП работники соблюдают все меры предосторожности. Работаем в количестве 18 человек. Меры соблюдаем по коронавирусу. То есть все рабочие в масках, в перчатках. Стараемся придерживаться нормам. Вместе с ремонтом асфальтового покрытия на улицах Талдыкургана будут отремонтированы автомобильные мосты через реку Каратал в районе дачных массивов Шайкурган и Красный Камень. Таким образом, на дорожные работы в областном центре выделено 4 миллиарда тенге, а по области свыше 26 миллиардов тенге, большую часть из которых 16 миллиардов обеспечил областной бюджет. Айнур Мирханова, Габит Кабдрахман, телеканал Житсу, Талдыкурган. Президент Дональд Трамп объявил о том, что США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, которая, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса. Трамп намерен выяснить роль ВОЗ в событиях, приведших в распространение вируса по планете, далеко за пределы Китая, где он изначально появился. Напомним, США являются крупнейшим источником финансирования ВОЗ. Только в прошлом году их взнос составил почти 400 миллионов долларов, или 15% бюджета организации. Родильный дом в Бангкоке выдает маски новорожденным. Прозрачный пластиковый козырек должен защитить младенца от инфекции. Роженицы и медики в роддоме носят маски в обязательном порядке, а отцам можно видеться с детьми только через стекло. Ранее врачи из США сообщили, что у нескольких младенцев тест на коронавирус дал позитивный результат. Однако пока не ясно, заразились ли они после рождения или еще в утробе от матери. В этом году священный месяц Рамазан начнется 24 апреля и продлится 29 дней. Об этом на брифинге рассказал верховный муфтий Казахстана Наурсбай Каже Таганулы. По его словам, во время чрезвычайного положения Духовное управление мусульман утвердило специальный график, онлайн проповеди и лекции, а также для оперативного предоставления ответов на все интересующие вопросы верующих. Открыт колл-центр 33-30-30. При наборе необходимо указать код города Нур-Султан 71-72. На сегодняшний день специалисты выслушали порядка 5000 обращений. Большая их часть коснулась вопросов богослужения, семейных проблем и нетрадиционных течений. Вступление в Большую посту раза начнется до восхода солнца в пятницу. Однако жуманамаз проводиться не будет, как, впрочем, и другие массовые мероприятия. На период чрезвычайного положения и вводимых карантинных мер они приостановлены. Завершится по сто раз айта 24 мая. Однако великая вероятность того, что и айт-намаз в мечетях проводиться не будет, пока опасная инфекция не будет остановлена полностью. Наша с вами задача проявить терпение, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существенной угрозы. В связи с объявлением в стране ЧП, а также с целью профилактики распространения пандемии, мы во время священного месяца объявляем о том, что коллективный таравих-намаз не будет совершаться в мечетях. Рекомендуем читать его дома, в кругу семьи. И уже в конце этой недели большой праздник отметят и православные Казахстана. В ночь с 18 на 19 апреля начнется Светлая Пасха. Александр Митрополит Астанайский и Казахстанский обратился к православным жителям страны в связи с приближением главного христианского праздника – Светлого Христового Воскресения. Таким образом, в пасхальную ночь на телеканале Первый канал Евразия будет представлена прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы. Массовых сборов в связи с ситуацией пандемии коронавируса не будет, подчеркнул Митрополит. Все торжества необходимо отмечать в домашних условиях. И в связи с этим Митрополит еще раз призвал верующих бесспорно соблюдать предписания медицинских специалистов. Как и в предыдущие годы, благодаря содействию государственного руководства и помощи наших благотворителей, в пасхальную ночь в Алма-Ату из Святого Града Иерусалима от гроба Господня будет доставлен благодатный огонь, от которого затеплятся лампады в храмах Митрополитчьего округа. В течение сорокадневного пасхального периода у нас еще не раз будет возможность прославить Пасху Божью Спасительную. Мы проведем торжественные ночные богослужения пасхальным чином. Бог даст. Пройдет и нынешние испытания эпидемии. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание и оставайтесь дома.